Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня отличный день, светит солнышко и я завтракаю, а на завтрак у меня моя любимая льняная каша со сливами. Молоченькие уже сливки приготовлены. Я уже не раз говорила, что мой сад сделан специально, вот как декорации для съемок. Но у меня то же самое происходит и в моих комнатах. И вот на втором этаже в светелке у меня, как и в саду, такой же стиль – шебешик. И я жду свою подругу, которая приедет, и она специально привезет такое голубое платье, чтобы делать съемки еще в моей замечательной голубой светелке. Когда я была в Англии, мы посещали очень много частных садов. И меня там удивило то, что дом неразрывно связан с садом. Дом как бы входит в сад, а сад как бы входит в дом. Это в первую очередь достигается тем, что и в доме, и в саду один и тот же стиль выдержан. Ну, естественно, еще и в доме какие-то соответствующие подобраны цвета, и обивки, и цветы стен. А в дому вид, как правило, лианами. И в огромных окнах дома, из дома виден сад. Визуально вот он как бы входит в сад, что, кстати, очень увеличивает размер комнаты намного. И вот эта связь, то, что дом не какой-то искусный элемент, который внесли в сад, а то, что его увели лианы, он делает его, ну, в общем, совершенно органичным для сада. Перед вами моя гостиная, выполненная в стиле шебешик, с огромными окнами, круглым столом посередине, и характерными для этого стиля мягкими диванами и креслами. А на столе красивая кружевная салфетка, что тоже очень характерно для этого стиля. Зеленая обивка дивана и многочисленные мягкие подушки с изображением цветов дополняют общую картину. А за окнами мой сад и туи, которые всегда зеленые и которые всегда красивы в любое время года. В саду в стиле шебешик очень уютно. Он похож на сказку из далекого детства, где царил уют, покой, гармония, где тебя любили и было чувство защищенности. Это сад, в котором много вещей, созданных своими руками. Это сочетание в интерьере современных и старых, а иногда даже антикварных предметов. В своей голубой светелке на втором этаже многие вещи я создавала своими руками. Она уже со старинной стилей шебешик, но она уже с набрызгом. Набрызг делается с помощью зумной щетки и красок. И шкатулки, и настольную лампу, и картины. Я делала все своими руками с помощью докупажа. Это старинное зеркало. И рядом со старинным зеркалом находится как раз ваза, которая делала с тюльпанами. И видео я там дам ниже. Вот мои бусы. Украшения свисают. Лампа. Новогодняя ночь. Картина. Видите, у меня здесь везде голубые розы. И здесь голубые розы. Это мамино платье. Мамино платье. Все готово к началу фотосессии. Оля уже приехала и переодевается. И сейчас у нас начнутся съемки. Пожалуйста, оцените их, понравилось ли вам. Оля. 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 Завар. Пontinь. Оля. Оля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok